Всего несколько минут. Это огромное судно весом больше 100 тонн. Для сравнения, обычный легковой автомобиль не весит и двух. Начинает рассекать обские волны. Легкий ветерок, шелест воды, романтика. Именно она и привлекла в свое время рулевого корабля Микаила Дуреева. За штурвалом он уже 30 лет. Говорит, работа тяжелая, но уйти из профессии не хотел никогда. Даже когда жизнь висела на волоске, признается капитан. Самые экстремальные у нас были случаи, когда мы на водохранилище работали, когда попадали в шторм, допустим, и прятались вообще за пределы судового хода, за острова просто выходили. Вынуждены это самое, спрятаться за острова. Иначе спастись от шторма, когда он тебя захватывает на самом широком месте, там ширина до 17 километров доходит. Там иначе не спрятишься. Прибой, струя, русло, речной флот Алтайского края насчитывает 200 кораблей, пассажирских и товарных. Правда, все они 60-х, 80-х годов постройки. Закупать новые судна в крае пока не планируют. Очень дорого. Стоимость одного – порядка 40-60 миллионов рублей. Именно об обновлении флота в нашем крае речи не идет. Мы нацелены на восстановление и ремонт существующего флота. Мы ведем работы по модернизации буксеровых толкачей, восстановление площадок для перевозки грузов. В прошлом году на прогулочных и рейсовых теплоходах прокатило 63 тысячи человек. Это почти на 30% больше, чем позапрошлом. Дело в том, что сейчас краевые власти активно поддерживают речные пассажироперевозки. У нас действует соглашение уникальное между правительством Алтайского края и Росморечилотом. В рамках этого соглашения нашим филиалом обслуживаются внутренние водные пути, подходы к таким линиям, как Бобровка, Раскальзика, Кокуйская. Также у нас идет субсидия именно пассажироперевозчика основного, который возит пассажиров. И цена на билет, она меньше, чем цена на билет на автобус. Например, чтобы добраться по реке до Бобровки, взрослому нужно заплатить всего 56 рублей. Это Раскальзихи 82 рубля. Несмотря на то, что речной флот края не может похвастаться шикарными кораблями и яхтами, спрос на него есть. Ведь совершенно точно, куда приятнее дышать чистым воздухом, чем задыхаться в маршрутках. Прокатиться с ветерком на корабле можно уже будет 5 мая. В этот день открывается сезон теплоходных прогулок. Так что приходите и наслаждайтесь этой неописуемой красотой. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.